Профессиональные медики больше не обязаны констатировать факт смерти человека. Таковы на сегодняшний день законодательные реалии. Однако ни сотрудники полиции, ни представители похоронной кампании не имеют надлежащей квалификации для определения в некоторых случаях жив человек или мертв. Есть ли риск забрать в морг живого человека, разбирались наши журналисты. Константин недавно потерял близкого родственника, который ушел из жизни у него на глазах. Обратившись скорую помощь, услышал, что карета выезжать на констатацию факта смерти больше не должна. Далее прибыл представитель похоронного агентства и следователь, которые составили необходимые документы, рассказали, что делать дальше и уехали. А потом похоронщики забрали труп и увезли в морг. Честно говоря, было состояние вот на тот момент близкое к аффекту, поэтому какой-то логики действий тогда не шло. Но уже по факту, вот когда собственно смерть моего близкого человека случилась, когда уже уехали следователь и представитель похоронного агентства, зашли люди, которые забирали труп. И при этом я начинаю понимать, что в принципе никто из медиков факт смерти не констатировал. Но я скажу так, мягко говоря, если подбирать выражение, я был очень удивлен. В той ситуации, о которой говорит Константин, сомнений по поводу факта смерти не было. Пожилая женщина страдала от продолжительной болезни. Однако есть целый ряд пограничных ситуаций, когда человеку без медицинского образования крайне сложно самому определить факт смерти. Сейчас с этим должен заниматься семейный врач. Изменились протокольные нормативные документы относительно констатации смерти. И если следить там по букве закона, то у нас на сегодняшний день акт о констатации смерти выдает семейный врач, тот врач, с которым подписана декларация. Однако предугадать время смерти, как это банально не звучит, просто невозможно. То есть беда может случиться как в рабочие часы семейного врача, так и в ночное время. К примеру, когда человек может быть просто не на связи. Семейный врач тоже не круглосуточно работает. И тем более, даже когда у него рабочие часы находятся, он не может бросить своих пациентов и уехать констатировать смерть. Поэтому, честно говоря, очень сложный механизм констатации смерти. Это может однажды привести к тому, я не знаю, были такие случаи или нет, но однозначно риски в будущем есть, что могут просто живого человека погрузить и увезти. В областном центре экстренной помощи уверяют, если у родственников и близких есть сомнения относительно того, жив человек или нет, они всегда высылают бригаду скорой. В иных случаях опрашивают звонящего относительно имеющихся признаков, по которым он определил, что перед ним находится труп. Экстренную медичную помощь можно залучить только для надания экстренной медичной помощи. Констатация смерти не есть помощь ни в каком случае. Но диспетчер обязательно проводит опитывания и задает вопросы, согласно с алгоритмом приема выкликов, о том, что состояние пациента. По словам Святланы, сотрудники центра практически всегда могут удаленно определить, жив человек или нет. Если же остаются сомнения, то карета скорой выезжает на место. При этом документально они не фиксируют факт смерти. Актуальным остается главный вопрос. Если в каком-нибудь городе в таком же центре скорой помощи отнесутся более формально к своим обязанностям, которые четко определил законодатель, а семейный врач будет на тот момент недоступен, возможен ли вариант, что похоронщики везут в морг еще живого человека? Отечественным реформаторам сферы медицины не помешало бы подумать на эту тему.